В Гомеле свято началось с Великого Шестя по Советской. По колонной улице города прошло больше, чем 20 тысяч человек. Те, кто воевал, кто оборонял тыл, кто стратил в боях своих родителей и дедов. И те, кому наканавано заховывать мир в нашей стране сегодня и в будущем. Со святочных мероприемствов сюжет Марины Джалой. До начала урочистого шестя – полгода. Одни выстроиваются у колонны, вздымают растяжки, совершают опошные приготовления перед стартом. Инши с радостью и хваляванием теснуть один одному руки, по-себровски обдымаются. Это ветераны. За взрослые они не так часто сустракаются. По основным вось на таких святах. А я шею на дворе сегодня сделала соправдный подарунок, изменивший безлитесную спякоту на пешотную тепленью. В каждом городе сегодня Белоруссии и в каждом районе, и в каждом селенном пункте делается что-то, чтобы почтить ветеранов, участников войны, которые не счастливы своей жизни, а их многое погибло. Дали нам возможность вот так собираться, веселиться, радоваться солнцу, погоде, своим детям, внукам и всем людям. Бодай, минавито это и есть самое каштовное. Когда можно жить и отрымливать осолоду от самых простых и одночасово важных речев. Об бесценности миру и радости свободного життя не стомляются нагадывать ветераны. Их боль от вспоминал об военных жахах стихая, а ле не сникая. День освобождения. Я бы хотел поздравить всех белорусов с этим днем, днем победы над врагами нашей Родины. И пожелать здоровья, счастья, удачи и все самое лучшее. Сегодня особливый день и для тех, кто после войны подымал город с руин. Отбудовывал, не шкодуючи ни часу, ни здоровья. Гомель не узнать. В свое время, где-то в конце 40-х лет, мы комсомольцы, работаем на сельмашей, работаем. Ну как, еще пацан был, но уже работали. Отработаем смену. После работы нас везут на развалины, где делали расчистку, уборку города. И сейчас, как говорится, друг нашего БРСМ, они меня приглашают на конференции, на совещание. Я горжусь, что у нас есть смена. То же самое БРСМ. Так супала, что литерально про схвилину наша сдымочная бригада сустрела первого секретара Гомельского областного комитета БРСМ Игоря Заваляя разом с сыном Максимом. Батька не просто привел хлопчика на свято, а разслумачив, с какой на годы сегодня тут собралось столько тысяч человек. Что такое День независимости? Почему он празднуется? И вот даже вот этим разговором сегодняшним, он сегодня очень много узнал. Того, чего, например, в следующем году уже спросит. Папа, мы пойдем на парад? Напевно, минавито так и треба. Тлумачить детям все основные вехи истории у семьях. Не сподеваться только на школьные уроки истории. Такие гутерки с самыми близкими людьми, батьками, обовязково застанутся у памяти детей назовжды. Дедушка мой тоже был прадедушка на войне. То есть поддержать, ну, как бы интересно. И вообще узнавать что-то о старом, ну, все, что происходило раньше. Всем дедушкам спасибо за победу. Всех с праздником. Ура! Хвилина у хвилину начинается шестя. 20 тысяч человек под гуки оркестра рухаются по улице Советской. Ветераны, молодь, представники улады и працонных коллективов. Такие масштабные мероприемства заусюды завороживают. Угэтым отшивается соправдная сила яднания. Далее колонна проходит на площу працы. Тут традиционный урочистый митинг и церемония ускладания кветок и вянков до братской могилы советских воинов и подпольщиков. Але с початку невеликий экскурс у далекое военное минулое. Под час Великой Эчиной войны больше 200 белорусских городов было разбурено. Знижено свыше 9 тысяч вёсок. Прыкладно миллион 300 тысяч белорусов воевали на фронте. Каля 300 тысяч потом узнагородили орденами и медалями. Звание Героя Советского Союза были удостойны 400 человек. З их 120 – жахары Гомельщины. Самое главное, чтобы, конечно, никогда не было войны. И пусть молодёжь, которая сейчас учится в школах, в институтах или университетах, пусть она добивается своего, пусть принимают все знания, которые только им дают преподаватели, чтобы их использовать в дальнейшей жизни на благо нашей замечательной Родины Белоруссии. Далее основные святочные мероприемства протягнулись на площади Ленина. 3 липня 1944 года подчас операции «Багратион» был вызволенный Минск. Сама операция началась 23 червня. А уже 27-го окольца окружения замкнулась вокруг Бабруйска, 29-го – вокруг Могилёва. Так само были окружены части вокруг Минска. Это был уражливый реванш подей 1941 года. Тогда фашисты, которые отрапили в окружении, не отримали належной поддержки. В историю вошла радиограмма, отправленная 49-й армией во властный тыл. Скиньте с самолета хотя бы карты мясовости, эти уже списали нас. Отказу не было и ни в забаве противники сдались. Увы, не ка уже 28 липня «Червонная армия» заняла Брест и завершила вызволение Белоруссии. «Службу я начинал в Германии. И по себе скажу так. Мы пол Европы не прошли, в Германии служили. Не мы победу принесли, но мы её продлили. За годом года той войны нас время уносило. И мы держали мощный щит. Была такая сила. Мы были там большим щитом на дальнем зарубежье. И помню я долгий дом, и я горжусь как прежде. И не забудем всех ребят, кто в ГДР стоял. Хвала и честь тебе, солдат, за то, что мир держал. Ещё раз всех с праздником». Складано перелечить все мероприемства, которые подрихтовали организаторы для тех, кто шануя сегодняшние святые. День незалежности и 75-ти годы вызволения Белоруссии. Олег кожный азих с обовязковым напомином об войне. Продвоенной техники, песни тых шоссов, выстава узброения. Олегалонная атмосфера, яка у этот день пановала на кожной святочной пляцовцы. Свято Дня Незалежности – это у васабление героизму, стойкости, мужности и величи духа нашего народа. Символ едности, добробыту и росквиту Белорусской державы.